Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, но фамилия Манько, она знаковая, знаменитая для нашего города, да. Как я выяснил, уже сестра Марии и Ксения. Помните, во всех спортивных новостях пара Манько, Халявин, да, она фигурировала на протяжении долгих лет. Так что это по-настоящему звезды нашего кировского фигурного катания, ну и мирового, в принципе, уже. Очень рады видеть, да. Сезон уже завершен соревновательный на сегодняшний день. Да, сейчас завершен. Сейчас мы усиленно подготавливаемся как раз к празднованию десятилетия. нашей школы. Дети ставят номера, отрабатывают. Поэтому 1 июня у нас состоится показательное выступление в честь дня рождения. Прям в субботу уже выживали. Да, в эту субботу, да. Поэтому прям процесс кипит. А так соревновательный сезон закончился, ну официально, я думаю, в конце апреля, можно сказать, в начале мая еще малыши у нас ездили на соревнования. Но уже для основной массы детей, конечно, именно соревнования уже были завершены. Какого уровня соревнования сейчас наши ребята фигуристы участвуют? Ну, сейчас мы ездим практически на все уровни, начиная от муниципальных соревнований, заканчивая вот в 23-м году наша пара Яна Матвейшина и Тимофей Суботин принимали участие в чемпионате России. Они отобрались, тогда у них был, ну такой по-настоящему, хороший сезон, как раз с подопечной Татьяной Кротовой. Вот, поэтому практически на всех всероссийских соревнованиях, которые проводятся на нашей территории Российской Федерации, наши спортсмены принимают участие. Это и всероссийские, и межрегиональные, и классификационные для детей. То есть отбираемся, стараемся. Естественно, конечно, у нас проблема с первенством России, наверное, по юниорам. А что там за проблема? Достаточно сложно на него попасть. А, отобраться? Да, отобраться, да-да-да, очень сложно именно юниорам. То есть, потому что их очень много. Конкуренция большая. Да, если в мастера выходят, ну, все равно там пар 15, 17, вот, а кандидатов их на уровне там 30 пар отбирается только 15. Поэтому там уже сложнее. Турниры международного уровня, они на силу понятных причин недоступны? Вот в этом году у нас, в этом сезоне, так скажем, в 23-м году, в конце года у нас тренер ездили в Белоруссию. Вот, конечно, сейчас на, за границу, прям в Европу, как раньше. В европейские какие-то страны. Да, сейчас, в этом году, да, недоступно. Я думаю, что туда уже и не попасть. Вот, а в Белоруссию, я думаю, что спокойно можно ехать. Есть сейчас китайские, да, там русско-китайские, но я думаю, что там тоже пока, тоже туда с отбором, и ездят топовые пары в России. Ну, надо понимать все-таки, логистика до Китая слишком далеко. Да, а до 22-го года у нас принимали участие, ездили и в Венгрию, и в Германию дети. То есть, ну, естественно, такие на коммерческие турниры, вот, но все-таки выезжали, показывали себя. Коммерческие турниры, это где необходим взнос за участие. Да, да, да. Ну, то есть, до чемпионата мира, да, куда, опять же, отбираются лучшие спортсмены. Вот, а именно, то есть, в принципе, ну, не, конечно, любой, но тоже делается заявка в Федерацию России, то есть, и там уже Федерация дает добро. Принимают эту пару, везут. Ну, и призовой фонд, соответственно, тоже есть там какой-то, да, на этих соревнованиях? Вот, честно, не могу сказать. Не факт, да. Потому что это больше, я думаю, что обмен опытом, то есть, да, посмотреть, как там проводят соревнования, то есть, поучаствовать. Потому что такие соревнования, со мной, не жопут. Просто в основном за аренду. Это жопут всегда, да? Да, конечно. Опыт. Всегда опыт, когда мы привозим своих спортсменов, мы хотим посмотреть, как они себя показали, что нам сказали. И, конечно, очень приятно, когда мы вывозим спортсмены в другие города, страны, на крупные соревнования. Они когда подходят и говорят, что вот у вас такие хорошие пары, вроде в Кирове, в Москве, не в Питере. Ну, да, наших детей всегда замечают. И замечают, да. Слушайте, а вот вопрос, как раз, я не помню, по-моему, про футбол мы тогда говорили, что у нас до определенного возраста... Нет, нет, просто футбол. До определенного возраста ребята занимаются здесь, в каких-то спортивных секциях, да, школах. И после этого звездочек, что называется, перекупаются. Я думаю, это проблема не только футбола. Я думаю, что это проблема регионов. То есть, это проблема вообще большинства видов спорта в таких регионах, как наша область, так скажем. Потому что все равно, ну, допустим, взять в Москве, да, тренировочный процесс, когда одна группа, у них там минимум 2 часа утром, 2 часа днем. То есть, это на одного тренера, они спокойно там со своими парочками уходят. И когда у нас, то есть, да, условия там с 6, ну, опять же, сейчас только что перед эфиром разговаривали, каток работает с 6 утра до 10 вечера, это в тренировочном режиме, и с 10 до 12 арендаторы. Ну, тут надо пояснить, что дымка это еще и хоккей с шайбой. Да, да, естественно, у нас два вида, это хоккей с шайбой и фигурное катание на коньках. Которые делят лед между собой. Да, и когда дети у нас от 4 лет и до 17-18 лет, то есть, соответственно, это, конечно, тяжело. Боремся за каждые 15 минут, убираем там где-то заливку, уберем где-то еще что-то, ну, борьба-то кадром залет всегда ожесточенная. Вот, поэтому, естественно, когда встает выбор, если спортсмен, допустим, его заметили, его пригласили, или родители, например, ну, сами хотят, да, отправить ребенка куда-либо, вот, понимают, что получается, надо попробовать. И, естественно, выбор упадет на такие регионы, как Москва и Санкт-Петербург, то есть, ну, где все, я думаю, что все виды спорта, они там, да. Высасывает Москва и Санкт-Петербург. Да, 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 да. Естественно, лучшие детки уезжают и уже продолжают карьеру в других регионах. Ну, а это и в других странах. Вот у меня один воспитанник сейчас катается в Америке. Правда, также у кировского спортсмена бывшего, у Дениса Петухова. Ага, то есть тренер у него, кировчанин, да? Да, кировчанин. Киров везде. Киров везде, да. В Америке. В Москве, посмотрите, почти в каждой группе тренерской есть кировский спортсмен, потому что Киров выпустил очень много значимых спортсменов. А как это вообще обычно происходит? Поясните людям, которые не так близко к спорту, где-то на соревнованиях столичные тренеры видят, да, звездочек в этих местах. Сейчас проблема у нас вот очень, вот то, что нету мальчиков. И сейчас в основном из всех регионов высасывают мальчишек. Ага. То есть мальчики не идут в фигурное катание, не хотят, или просто мальчиков? Мало, мало. Они есть, очень хорошие бывают мальчики, но их мало, намного меньше, чем девчонок приходят. Например, вот я сейчас веду платные группы, у меня 20 человек, из 20 человек только 4 мальчика. А так как мы в парах катаемся, соответственно, как бы 8 человек только из этой группы, в принципе, куда-то может. Но ещё неизвестно, кто докатается, и докатаются ли эти мальчики до какого-то определённого. Да, ведь тоже все родители приводят по-разному детей. Кто-то приводит просто научиться кататься, кто-то приводит для здоровья, кто-то приводит прям конкретно с целью, хотим стать чемпионами. А это обговаривается сразу как-то? Ну нет, есть такие родители, нет, есть просто такие родители, например, они звонят и говорят, ой, мы там прям вот хотим, прям ребёнок вот желает, мы готовы, прям хотим. Посмотрели по телевизору чемпионов. Да, вот особенно, знаете, было, по-моему, вот в 14-м году после Олимпийских игр. Да, мы как провели, как раз у нас было вот и открытие, и там Олимпиада прошла, и вот тогда был прям бум. У нас был набор, мне кажется, вот мы один из немногих годов, когда мы прям отказывали детям, отсеивали, у нас был прям такой просмотр. Просмотр, да, потому что мы понимали, что очень много идёт записи, вот, и где-то пришло там порядка 160-170 человек, то есть, но мы взяли около 110-120, то есть, порядка 50 человек не прошло, ну, как бы не попали вообще в группы, вот. К сожалению, последние годы немножечко ситуация ухудшилась, но я думаю, что в связи со всеми событиями, и коронавирус подкосил многих, и вот сейчас, да, то есть, такая ситуация в стране. Может быть, финансовая сторона, да, может быть, просто людям немного не до спорта, может быть, многие понимают, что все, ну, закрыты, да, там, пути на Олимпийские игры, на какие-то международные соревнования, и родители вроде бы зачем вкладывать, вот. Но вот последние, наверное, 2-3 года прям упало конкретно, и причём и в хоккее у нас упало, и в фигурном катании, то есть, мало детей идёт, вот. Я обидно, что сейчас даже, если кто идёт, то в основном желание огромное родителей, дети, пока дети, очень маленький процент, когда дети, когда приходят, типа, я хочу, 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 а это приходит с возрастом. Ну, вот. Они, у них система, они тренируются, и они должны понимать, что они должны успеть туда. В общем, ну, цели ставятся на эту экипевацию, они раньше взросли. И, соответственно, из-за этого очень большая текучесть, и, например, если вот у меня 20 детей сейчас, я надеюсь, что хотя бы половина из них, это самое, останется до мастеров, ну, там, дойдут. Потому что вот сейчас, который предыдущий у меня набор, у меня было 26 детей, из них катаются до первого разряда, дошли только 7. Да, конечно, отбор, то есть отсеиваются дети. Отсеиваются, во-первых, кому-то неудобно ездить, у кого очень много бывает, что по здоровью сейчас детки очень печально, очень слабые, как бы очень всяких много таких противопоказаний, да, что вот. Ну, и сейчас школу, не будем забывать, да, сейчас школы тоже не любят спортсменов, я думаю, что да. Почему-то не знаю, хотя у нас президент очень за спорт. Ревностно относятся к своей программе? Нет, они даже говорят, что это детей, как он... Отрывает от образовательного процесса? Нет, они устают. Ага. И много пропускают. Потому что мы же ездим на соревнования, и дети очень пропускают. Но у нас в основном дети, все очень хорошо учатся. И я бы не сказала, что есть претензии, что это им мешает. Наоборот, сколько было примеров, когда ребёнок, например, травму получал, и надо было посидеть дома, например, на стяжении, или у меня были переломы. Там, например, сидят пять месяцев дома. Родители говорят, что лучше ребёнка не становится. Да, он, наоборот, расслабляется, он, наоборот, ничего не успевает, потому что он... Всё. Дисциплина. Да, дисциплина пропала. Железный такой, да? Так что, нет, это самое, надо... Спорт должен, это самое, идти вперёд. Дети остаются детьми. Да, и хочется очень школу попросить, идите на уступки спортсменов. Спортсмены готовы помогать и в школе, там участвовать во всех мероприятиях. И это самое, они учатся и готовы... Ну, ещё нельзя забывать, что сейчас родители хотят тоже, чтобы ребёнок учился и в лице, и в гимназии, то есть не в простой там школе, да, номер 21, например. Это тоже лице, кстати, простите. Лице и империи. Я хочу никого объединить, ни одну школу, ни одного лица. Но родители тоже часто именно сами, то есть нет... Ну, то есть нагрузка, нагрузка, они понимают, да? Да, должен учиться в гимназии, но, соответственно, и получается, что там уже нагрузка учебная другая. Она не позволяет время выделять занятия спортом. Да, 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 всё верно. И вот с каждым годом сложнее и сложнее отпрашиваться, уходить и так далее. Есть, конечно, дети, несколько человек, которые и учатся, например, в Кэпле, в Красковой Жене есть такая девочка, да? Да, конечно, она там не олимпийская чемпионка, да? Но, то есть она успевает везде, она и учится хорошо, она отличница, и, то есть участвует на различных соревнованиях, представляя нашу область. Такая молодец. Да, поэтому не бойтесь тоже, если получается, если у ребёнка есть желание, да, да, то... Можно вообще всё успеть, успеть со всеми договориться, как я детям говорю. Умейте договариваться, это поможет дальше вам в жизни, потому что что мы сейчас приобретаем, пока мы учимся в школе, это всё для вас только плюсы. Развивайтесь. Вот раз уж мы сейчас имена начали немножко озвучивать, можем, как говорится, да, страна должна знать своих героев. Пусть город знает своих героев, мы сейчас можем озвучить пофамильно, поимённо вот самых... Ярких ребят. Ярких ребят, воспитанников спортшколы Дымка, ну, чтобы никого не обижать. Ну, с точки зрения, опять же, результатов, которые показывают они на соревнованиях. Их много, их много, да, действительно, их много. У нас есть и дети, которые тренируются у нас, наши мастера спорта, которые мы сейчас насчитали как раз с Татьяной. Мастеров они в каком уже возрасте получают обычно? Ну, где-то в районе 14-15 лет, да-да-да. Это же молодой вид спорта, так же, как и художественная мастера спорта. То есть это их, там, ну, их, конечно, их не так просто получить, поэтому вот за 10 лет мы воспитали, получается, 14 человек у нас, да. Это сколько нужно по времени идти к мастеру спорта? Ну, это вот, считайте, это все. Вот их 4 пришел, и примерно 15, да, 10-11 лет. Да, то есть это, ну, как раз к концу школы дети вот у нас вот, да, последние мастера, да. Да, у меня вот 10, о, 11-10 класс, вот они выполнили мастеру спорта. Поэтому, конечно, сложно прям так назвать какие-то фамилии, потому что действительно правильно назвали, чтобы никого не обидеть, да. На самом деле мы своих спортсменов всех любим, то есть всех, да, всегда поддерживаем, стараемся как можем, поэтому выделить кого-то прям вот конкретно, наверное, я думаю, что нет, вот. Поэтому, а так все наши, многие дети у нас катаются в других городах, то есть всегда у нас почти, ну, может быть, не каждый год. Есть чемпионы мира по юниорам, которые уехали от нас. Да, не каждый год, конечно, но уезжают дети периодически в Москву, то есть представляют уже Москву, но все равно мы всех считаем нашими, нашими воспитанниками. Ну, как в ежедневном процессе? Вы наверняка больше внимания уделяете более сильным или всем вот так одинаково от вас достается? Ну. В хорошем смысле этого слова. Мы объясняем всем одинаково, но кто услышал, тот услышал. Мы же занимаемся группой, у нас нет вот такого, что мы, ну, у нас групповое занятие. У нас танцы на льду, одиночное катание женское, и, к сожалению, очень мало мужского, но есть. То есть занимаемся группой, объясняем всем одинаково, никому не шепчем на ушко. Просто есть, кто воспринимает лучше и добивается больше. Нет, конечно, например, если у спортсмена идет подготовка к соревнованиям, ну, каким-то важным, естественно, тренер, наверное, на него обращает вот в данный период времени больше внимания. Вот, но в среднем, в целом, то есть когда там, особенно подготовительное, это вот летнее время, да, когда сборы у детей, еще что-то, то, естественно, работают со всеми, потому что и дети, знаете, тоже. В этом году ребенок не показал результата, а вот буквально за лето там, за какие-то там 2-3 месяца, да, вырос и бах, показал. Поэтому тут тоже нельзя никогда исключать того, что вот любой из тех, кого вроде бы ты не считаешь лидером, да, своей группы, а он может стрельнуть, внезапно вспыхнуть, поэтому, конечно, стараемся уделять внимание всем. А можно вообще научиться кататься? Ну, вот если, нужны для этого какие-то природные прямо вот, ну, данные? Нет, это учить кататься мы можем всех. То есть технику поставить можно любому, да? Любому, но против физиологии все равно не попрешься. Есть дети, знаете, еще неледовые мы их называем. Причем очень красивые детки, они зальные, но не ледовые. Худенькие, стройненькие, красивые. Которым просто сложно дается именно вот там какие-то такие... Мягкость коленей, потому что у нас очень... Мягкость коленей, набор скорости, вот такое есть. Бывают детки, которые с фобией пришли, боятся падать на льду. У меня были несколько таких человек. Но опять же, с такими родителями стараемся на еще на детском... Ну, то есть, когда уже начинаешь понимать, да, что... Ну, допустим, этому ребенку будет сложно. Вот, и поэтому, например, когда мы маленькие были, сестры как раз, мы пришли, ну, занимались в одиночном катании. Вот. И на тот момент было распределение либо идти в одиночное, либо в танцы. И тогда Николай Михайлович Коморозских работал, такой очень хороший у нас тренер, царство у него небесное. Вот. Он родителям нашим сразу сказал, что они не одиночницы. Ну, не мучайте детей, идите в танцы. Они не индивидуалистки. Даже они прыгают. Ну, просто мы очень быстро выросли, то есть были достаточно высокие, поэтому нам сразу сказали, что не будут они прыгать, что, ну, не теряйте времени, все. Лучше в хореографию. Да, идите в танцы на льду, катайтесь там, вот. Но мы хотели прыгать, мы как это с мальчиками будем кататься, вот. Мы ходили, пробовали, даже потом уходили из спорта. Но в итоге все равно, конечно, вернулись в фигурное катание, пошли в танцы. И, как видите, не прогадали. То есть, действительно, одиночницами мы бы, наверное, не стали хорошими. Поэтому такой пример, когда все-таки к тренерам нужно прислушиваться. Если вам тренер говорит, что, может быть, это не ваше, и нужно попробовать что-то другое, то это нужно обязательно принять. Не обязательно сделать, но принять во внимание и, может быть, допустим, посмотреть с другой стороны на ребенка и попробовать какой-то другой спорт. Потому что все равно до 6-7 лет еще можно выбрать другое направление. А дальше уже поздно? А дальше уже, конечно, поздно, потому что все равно у каждого вида спорта свои нюансы, свои ограничения. Особенно, ну, допустим, у нас вот ранний вид спорта. И звонят, очень много звонят детей в 7, 9, 10, 15 лет. И мы, естественно, поздновато, потому что, да, если бы у нас было бы еще три катка, где бы мы могли бы создать любительскую группу, потому что сейчас очень тоже модное направление, напулярно. Но у нас просто физически нет этого времени, то есть мы не можем эту группу сделать в ущерб маленьким детям, потому что все-таки у нас спортивная школа, и с нас тоже требуют результаты. Вот. Поэтому, если, уважаемые родители, вы хотите привезти ребенка в фигурное катание, то 4 года – это идеальное время, когда пора начинать. Не тяните до 6, не ждите, когда ребенок вам скажет, мама, я хочу заниматься фигурным катанием в 8 лет. А то сейчас так и часто бывает. Родители, например, мама звонит и говорит, вот дочка посмотрела тут соревнования, и все, вот просится. Загорелась. Да. Я говорю, здорово, супер. Я сама вот пришла в 10 лет, но я сама занималась художественной гимнастикой. То есть у вас база была художественной гимнастикой? Да, у меня мама заучит по художественной гимнастике, соответственно, она привела меня туда. Но так как вы, зрители, слушатели не видят, но вы видите, что я ростиком маленькая, и художественная гимнастика не пошла. И меня Борис Алексеевич Рублев, тоже замечательный наш кировский специалист, тоже царство ему небесное. Переориентировал на фигурное катание. Да, переориентировал, пригласил в танцы на льду. И вот большая благодарность всем тренерам, которые вкладывали вот в меня, они поставили меня на коньки, но не забываем, что у меня была физическая подготовка, хорошая растяжка и, соответственно, желание. И фигурное катание очень шагнуло вперед, к сожалению. Сейчас. То есть это, ну, я вот считаю, может быть, опять же, есть какой-то такой уникум, да, и, может быть, я ошибаюсь, но это очень-очень сложно и практически нереально. Особенно, опять же, берем, если вот наш, как бы, наш регион и наши условия тренировочного процесса. Да, были раньше с тренировками получше, потому что мы два раза в день тренировались. Сейчас у нас не столько времени. Да нет, не получше было, не в том дело. Все-таки я считаю, что тут даже нет, вы и сейчас можете тренироваться по два раза в день. Вот. Но, действительно, фигурное катание сейчас и, там, 20-30 лет назад его нельзя сразу... Даже я сейчас смотрю... В смысле шагнуло вперед? Требования стали выше? Вообще, то есть техника, элементы, подходы. Подходы, техника, элементы. Элементы, да. То есть даже я сейчас смотрю... Ведь спорта любой должен прогрессировать. Конечно, конечно. Даже я смотрю, это мы... Я закончила в 2008 году заниматься спортом. Вот. Я даже свои последние выступления смотрю, и я понимаю, что вот... Современные-то ребята, они... Десять лет, то есть, как бы, вроде бы, да? Ну, сейчас же 15. И, то есть, это как небо и земля. И, ну, то есть, мы такого даже еще и не предполагали, что мы когда-то будем это учить, что сейчас уже учат маленькие дети. А мы тогда, да, там, практически были мастера... Ну, мастера спорта уже должны были приходить, именно кататься. Так, давайте продолжим. Сосредоточимся еще сейчас больше для родителей информации, для бабушек, для дедушек, если они хотят фигурное катание на коньках отдать, да, своих... Смотрите, вот первый вопрос у меня. У дочерей, сыновей. Как много времени? Четыре года зафиксировали, да? Четыре года. Да, у ребенка это будет занимать. У ребенка и у родителей. То есть, вот, он понимает, что есть, вроде как, склонность, да, есть талант, приводит ребенка в спортивную школу, и вдруг оказывается, что его, например, рабочее расписание родительское или расписание ребенка не позволяет еще время уделять этому. У нас платная группа, начиная в 4 года, платная группа. Они занимаются дважды в неделю. Один день, вот, на данный момент у нас расписание во вторник 6.15, получается 45 минут льда и 45 минут зала. И у нас тренировка вторая в субботу. Это в 11.30 зал. А зал это общая физическая подготовка? Да, да, потому что... Ну, разогреваешь. Да, во-первых, фигурное катание без зала существует тоже не может. Мы все, что в зале отработали, мы переносим на лед. Так что, а вторая у нас тренировка по субботам с 11.30 у нас. Зал, а потом лед по 45 минут. То есть, получается, в течение рабочей недели, в будние дни только один раз ребенка надо привезти. Да, на уровне первый и первый второй год, в принципе, да. Но потом уже детки, они начинают побольше заниматься, либо с утра, либо днем. Ну, просто да, когда вы переходите уже в школу на бесплатное обучение, то есть тренировки уже не в удобное для родителей время, это там 6 вечера. А тогда когда скажут? Да, когда скажут. Это обычно 8 утра, 9 утра, 12 дня, час дня. Ну, то есть, соответственно, это как раз получается в рабочее время родителей, когда многие из нас на работе. И тут, естественно, уже нужно либо подключать бабушек с дедушкой, либо у кого-то там свободный график. Мы в свое детство, естественно, там не с 5 лет, но самостоятельно ездили уже там с первого класса, наверное, со второго. Вот, сейчас, естественно, так мало кто делает, и чаще всего все равно детей возят. Дети не такие самостоятельные. Время сейчас такое, да, больше заботимся, больше опекаемся. Да, 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 поэтому, естественно, родитель должен понимать, что основная нагрузка, когда вот уже вы решили попасть, перейти в школу на бюджетное обучение, то основная нагрузка – это рабочее время все равно. И надо подстраиваться обязательно. У нас сейчас реклама будет, небольшая буквально минута, и мы продолжим беседу с нашими гостями, Татьяна Кротова и Мария Кормакова. Через минуту вернемся. Татьяна Кротова, Мария Кормакова в нашей студии. Мы продолжаем говорить о фигурном катании. На коньках, подчеркиваем. На коньках. Кстати, интересно, тут выяснилось, да, что есть, оказывается, фигурное катание на лыжах. Это фристайл, есть фигурное катание на роликах. Поэтому вот. Может быть, что-то изобретут такое еще. Может быть, да, надо посмотреть, может быть, что-то еще есть. На чем-то еще катаются фигурные. Да, 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 да. Так, смотрите, начали говорить про детей, про маленьких детей, когда им лучше начинать заниматься. Приходите в этот спорт, да, фигурное катание в 4 года. У совсем новичков расписание льготное, так скажем, да, два раза в неделю. И, кстати, не обязательно уметь стоять на коньках, нам сказали тренеры. Научат, научат. Вот. А вот ребенку 7 лет, он идет в школу. К этому моменту родителям к чему готовится? Сколько раз в неделю он должен приезжать в спортшколу? Ну, вот 7-летний ребенок, это примерно 5-6 раз в неделю и примерно по 2 часа в день. То есть это надо понимать, что это нагрузка, ну, как бы, дополнительно будет к нагрузке в школе. Утром они занимаются, как мы уже до этого говорили, с 8-9 утра, либо в 12 часов дня до 2. Это дополнительно, они занимаются, у них также зал, у них лед. В зале у нас не просто только УФП, мы также приглашаем дополнительных тренеров, чтобы акробатику вели, танцы у нас, хореография, хип-хоп, классические хореографии у станка. Мы стараемся развивать и учить детей координационным упражнениям, чтобы это легко было стоять на льду, и это все танцы, все-таки на полу это одно танцевать, а на льду это другое, потому что фигурное катание достаточно координационный и сложный вид спорта. Для мальчишек это тоже сложный вид спорта, потому что вот если в танцах на льду, мальчишки должны не только кататься, но еще партнершу поддерживать и поднимать, так что это физическая нагрузка для мальчишек. Еще и что-то изображать, да, что придумал тренер. Еще и выглядеть радостным и счастливым, несмотря на такую нагрузку. Да, ну вот смотри, я просто хотела сказать, что несмотря на то, что вроде бы каждый день время будет из графика ребенка, скажем так, отниматься вот эти вот два часа тренировки, это получается, ну вот несколько настораживать может родителей. С другой стороны, у ребенка к моменту его похода в школу уже будет такое понимание, что такое дисциплина, да, умение планировать там свое время, и ему, может быть, даже попроще будет, чем просто после детского садика. Это точно, потому что если сравнить обычного ребенка, когда разговаривают с обычным ребенком и со спортсменом, спортсмены точно знают, что им когда нужно сделать. Потому что если не выучить уроки, сбегать на тренировку, ты уже приходишь, например, если уже про старших детей говорить, которые в 10-11 классе учатся, они бывают... Ночами сидят. Ночами сидят, потому что это надо распланировать так день, чтобы успеть все и поучиться, быть отличником, или хорошо учиться, и покататься, и достичь определенных результатов в спорте. Это очень помогает в будущем, они целеустремленные, знающие свое дело и стремящиеся к цели. Вот, в общем, не надо бояться, я к этому. И про мальчиков мы говорили, уже... Которых меньшинство. Которых меньше, да, чем девочек, значительно, Татьяна сказала уже о том, что получают эти ребята такую достойную физическую нагрузку, то есть у них уже там сила есть, они могут приподнять девушку, да. Но еще важная очень психологическая история, если мы говорим про танцы, например, да, это же парное катание, мальчики умеют коммуникации выстраивать с девочками, что тоже очень важно, там, и, может быть, поможет с переходом возраста. Да, потому что надо уметь договориться с партнершей, договориться с партнером, потому что все характеры разные. Надо учиться найти компромисс. А, кстати, психологическую совместимость вы учитываете? Мы, скорее всего, в основном учитываем физиологическую совместимость. И, конечно, а уже повторичное, что психологическое, потому что, конечно, резвый ребенок и более спокойный ребенок, ну, как бы... Диссонанс будет. Да, диссонанс. Ну, либо, с другой стороны, наоборот, иногда ставим, который поактивнее и помедленнее, чтобы другой ребенок раскачал. Ну, подтягивали себя друг к другу. Да, потому что очень много стараемся менять. Мы иногда меняем, например, в парах не просто так, а мы видим какое-то будущее. Мы смотрим не на данный момент, а на 2-3 года вперед. И когда, например, в парах мы меняем, чтобы они начали общаться, например, учиться, через год смотрим, например, не подходят. Меняем обратно. А с другой стороны, иногда поменяли, думаю, как классно, что мы поменяли. Они так подходят. Есть ребята, которые дружат между собой. Вот я хотела спросить. Есть ребята, которые встречаются между собой. Это да, это обычное тело. Это уже больше, в взрослом возрасте. Они, потому что очень много времени вместе проводят на стартах, между тренировками, вот летом, например, утром тренировкой, вечером, они день весь вместе где-то гуляют. Главное, чтобы не забывали покушать, как родители говорят. А так вот у них компания, и, конечно, когда они, например, спорт заканчивают, они продолжают все дружить в основном. Даже кто ребята заканчивает раньше, чем там мастера спорт, они до сих пор приходят, общаются, между собой созваниваются. Это очень приятно. А как вы выходите из положения, если у вас 20 девочек и 8 мальчиков, и при этом парное катание? Мальчикам... Ну, у нас же есть еще одиночное катание. То есть все равно, конечно, часть детей уходит в одиночное катание. И сейчас, как показ практика, во многих, опять же, городах больше девочек все равно. Ну, вообще в фигурном катании. Да, в фигурном катании. Вот. Ну, а мальчиков уже кто-то покатается в одиночном, ну, не пойдет, например, да, перейдет в танцы. Или сразу же понятно, что он не одиночник, что он прыгать вряд ли будет. Поэтому тут каждый случай индивидуален. Но приходится выживать в тех условиях, которые имеем. Я просто... Вы же пары-то не разбиваете. То есть вот есть пара сформировавшаяся, мальчик, не четыре девочки, не с четырьмя девочками. Нет, конечно. Нет, бывает такое, что с одним мальчиком катаются две девочки. Это практиковалось. Но на больших... Маленьком уровне. Да, на маленьком уровне. Конечно, когда уже выходят там на второй разряд, конечно, выбирается одна партнерша. В общем, введите мальчиков фигурных катаний. Да, очень ждем мальчишек. Ну, наверное, один из самых последних уже вопросов. У нас буквально пара минут. Чуть больше остается. Ответ на него хотят, наверное, знать родители. Тоже, наверное, в первую очередь. Насколько фигурное катание на коньках в настоящее время дорогой вид спорта все-таки, да? Экипировка, обмунтирование. Ну, естественно, сейчас цены все выросли, как мы видим. И взять даже коньки. Да, те же коньки. История с коньками, это не те коньки, которые в масс-сегменте продаются. Да, это не те коньки, которые спортмастеры мы берем. То есть это уже профессиональные коньки, которые продаются. То есть они, естественно, делаются в Италии, за границей. И, соответственно, все ценники намного выросли. Естественно, родители выходят из положений разными способами. Покупают друг у друга. Друг у друга. Ну, понятно, конечно. Да, да. Ребенок вырос. В целом, конечно, вид спорта не дешевый. То есть, да, не дешевый. Он сейчас очень популяризируется. Вот. И поэтому, конечно, вкладываться в любом случае родителям придется. Прям какую-то сумму конкретную не называть. Но выезды на соревнования, костюмы, да, дополнительные все тренировки, если мы берем, вот опять же, да, там акробатики, гимнастики и так далее. Без которых нельзя, не существует. Да, это, конечно же, все, как сказать, ложится на плечи родителя. Вот. Поэтому, естественно, вложений придется делать мало. Ну, это, наверное, как в любом виде спорта. Ну, опять же, да, я тоже хотела сказать, что это сейчас, я думаю, что в любом виде спорта. Как мы, да, всегда, вот я думаю, что теннис, да, теннис, а оказывается, какой дорогой спорт. Если ракета... Буквально несколько секунд, опять же, в практическом смысле подскажем, тем, кто заинтересовался, прямо сейчас уже можно приходить, звонить в Дымку или... Да, конечно, можете звонить. У нас набор, набор с сентября месяца мы набираем новые группы, поэтому в течение лета будет выложена вся информация. У нас есть группа ВКонтакте, на которую можете подписываться, да, с сайта спортивная школа Дымка, также там дублируется вся информация. И поэтому с августа месяца запись открыта, и звоните, пишите. Очень ждем, особенно мальчишек, и девчонок тоже. Так, еще раз запомним, да, нашим гостям. Спасибо нашим гостям, Татьяна Кротова, тренер-преподаватель спортивной школы Дымка, мастер спорта по фигурному катанию, и Мария Кормакова, президент Федерации фигурного катания на коньках Кировской области, были у нас в студии. Мы всех приглашаем. Все-таки спорт, это хорошее очень дело для ребенка. Спасибо за вашу работу. Спасибо, что пригласили. До свидания. До свидания.